Подзаголовок 2.10. Рава Кука нельзя отнести к экзистенциалистам. Подчеркивая ограниченность рационализма, Рав Кук стремится его не отменить, а дополнить, экзистенциальным, эмоциональным, интуитивным и так далее, ибо разум не независим, а базируется на всем этом. Точка зрения Рава Кука, согласно которой формализованное мышление слишком узко для того, чтобы позволить человеку проникнуть в глубину реальности, соответствует центральному направлению современной философии от Фейербаха и Кьеркигора до Бергсона. Это то направление, которое критикует рационализм и требует с него «статисфакции» за пренебрежение по отношению к реальной и сложной действительности. Оно подчеркивает экзистенциальный аспект жизни, то есть придает фундаментальное, базовое значение конкретному внутренне противоречивому существованию реального индивида. Однако Рава Кука никак не следует относить к философам-экзистенциалистам, и этим он отличается, например, от такого хасидского мыслителя, как Раби Нахман из Браслова, поскольку, как будет показано далее, критика, выдвигаемая им против рационализма, основана на метафизических положениях, то есть философия Рава Кука не отталкивается в своей основе лишь от конкретного бытия индивидуума, как это делает экзистенциализм, а дает общее, метафизическое, в кавычках, описание устройства мироздания, и поэтому, хотя у Рава Кука можно найти элементы экзистенциализма, он не может быть отнесен к экзистенциализму как к направлению. Судя по всему, Рав Кук не был знаком, собственно, с сочинениями Фейербаха и Кьерки Гора, хотя, очевидно, философские настроения эпохи были известны ему по общей литературе. Возможно, при этом он читал труды Бергсона. Например, Бергсон утверждает, что научное и рациональное познание не способно постигнуть реальный поток жизни и, собственно, познающего индивидуума, которые нельзя сравнить ни с чем другим, а поэтому, по словам Бергсона, его невозможно описать с помощью рациональных понятий, то есть с помощью общих абстракций. Ведь все такие понятия происходят из сравнения объекта изучения с другими объектами, а если объект изучения принципиально ни с чем не сравним, то познавать его на основе рациональных понятий невозможно. Эти идеи близки с положениями, высказанными Равом Куком. При этом в других случаях Рав Кук критикует взгляды Бергсона. Смотри главу Си-4. Из процитированного выше можно было бы предположить, что учение Рава Кука, возможно, является своего рода антирациональным или эмоциональным учением. Но, конечно, это не так. Истинное противоречие по Раву Куку существует не между рациональным и иррациональным вообще, или, пользуясь его терминами, между разумом и чувством, а между абстрактным ограниченным догматическим формализмом и свободным разумом, который открыт для всего, что находится также и вне пределов рационалистического мышления. При этом ровно в такой же мере безрассудную чувственность и рационализм, который полностью отвергает разум, следует противопоставить чувству, которое обогащает душу и дает ей жизненные силы, а, следовательно, поддерживает и деятельность разума, а не отвергает его. Таким образом, призыв выйти за рамки разума, ограниченного своей понятийной системой, не отменяет истинной сущности разума. Согласно Раву Куку, разум сам по себе — это, кавычки, проявление Божественного Духа, кавычки. Но дело здесь в том, что и сам разум не является, кавычки, сугубо рациональным, кавычки, ибо он движим эмоциональными мотивами. Цитата. «Даже наша склонность любить разум берет свое начало в чувстве. Если бы не это чувство, то люди разума не могли бы достичь своего величия». Конец цитаты. В этом смысле иррациональное является необходимым базовым элементом внутри самого рационального познания, если только последнее не является лишь формально-аналитическим углублением в детали и частности, рутинным занятием без вдохновения. В рациональном мышлении есть внутреннее иррациональное влечение, которое придает размах делу науки и направляет мысль за пределы самой себя, направляет ее к тем горизонтам, намек на которые кроется в том, что Раф Кук называет «высокие мысли, сияние которых устремлено вдаль». Это нерациональное стремление, спрятанное за внешнерациональной деятельностью, проявилось в широко известных примерах из истории науки. Раф Кук таким образом весьма подчеркивал роль интуиции в развитии разума и науки. Подробнее мы будем говорить об этом далее. Продолжение следует...